Сегодня не стало любимого многими замечательного спортивного комментатора Владимир Маслаченко. В память о Владимире Никитовиче объявляется минута молчания. Новость, которая облетела сегодня все стадионы. В последнее время Владимир Никитович тяжело болел. Ему было 74. Звезда спортивной журналистики. Он пришел на всесоюзное радио еще в 70-м, а сначала блестящий футболист. С московским «Спартаком» в 62-м он стал чемпионом СССР. А годом раньше, по версии журнала «Огонек», лучшим вратарем страны. И, конечно, европейское золото в 60-м за сборную Союза. Это был взлет нашего футбола вместе с ним. Великолепным броском Маслаченко забирает мяч. Он тут же боит его в игру. Владимир Маслаченко был выдающийся вратарь. И так, как он играл на выходе, как он выбивал мяч кулаком, наверное, я по сей день второго такого вратаря не вижу. А затем, когда он стал по окончании футбольной карьеры комментатором, ну это тоже был Володя, Владимир Маслаченко, именно со своим стилем, со своей манерой говорить. Так, как он комментировал, так, как он анализировал, ну, я не могу ни с кем его сравнить. Он был невероятно азартным и любил заражать азартом других. Он будто играл в футбол перед микрофоном. Спасибо за внимание. Друзьям своим искренне благодарны за помощь в работе. Не все знают, что он был не только комментатором, но и тонким ценителем джаза. Прекрасный товарищ и жизнелюб. Однажды его спросили о возможной пенсии, а он в ответ о своей страсти к спорту и работе. В своем нынешнем состоянии я пребываю давно и чувствую себя замечательно, и мне нравится. Я свободен. Так и сказал в одном из последних интервью. Субтитры создавал DimaTorzok